Приветствую вас дорогие друзья, меня зовут Криптофронтон. Сегодня мы поговорим с вами про биткоин, я вам расскажу и покажу, что может с ним случиться. Соответственно затронем предстоящую ставку от ФРС, а также поговорим про денежный поток и объемы по биткоин. Первая беглая, наверняка вам уже даже бабушка позвонила, рассказала про банкротство ФРС, поэтому я не буду на этом заострять внимание, все это крайне подробно описано и написано в моем телеграм-канале. Я буквально с первых минут следил за иностранными ресурсами, в данном случае Bloomberg и Reuters. Самое любопытное, что нужно здесь знать, это банкротство запускается по главе 11. То есть это подразумевает под собой продолжение работы, но нужно вырабатывать план погашения задолженности. Известно, что и Apple и General Motors тоже проходили данную процедуру. А тут еще и выяснилось, что Сэм Банкман Фрид оказывается средствами клиентов FTX покрывал убытки Аламеды в районе 4 миллиардов. И вот началось расследование по комиссии по ценным бумагам и бирж США СЕК. Наверное кто-то сядет и даже возможно на бутылку. Теперь по поводу фундаментала. Инфляцию мы обсуждали и говорили, что она лучше заявленной. Это позитив. Так вот, когда же у нас будет процентная ставка от ФРС? Напоминаю, вот мы с вами фиксировали. Последняя ставка у нас была на 75 базисных пунктов составляет сейчас 4%. Так вот смотрите, что происходит. 14 декабря до этого периода у нас есть огромный месяцок, который по сути своей должен быть позитивный. Исходя из фундаментала, подчеркиваю, и конечно же технического анализа. Но в техническом анализе я постараюсь в конце взять альтернативную точку зрения и посмотреть еще раз на неделю, которую я ранее вам говорил. Так вот, то есть до 14 декабря, исходя из того позитива, который нам подарил уже фундаментал плюс выборы в США, о чем я пишу на телеграмм канале, обязательно ознакомьтесь, почитайте. Поэтому на текущий момент у нас три Джокера играют. Первый это ТА, второй фундаментал, третий новостный фон от FTX, который всем уже просто надоел. И от него тошнит и воротит. И если честно, у меня ощущение это как грязная тряпка. Из нее выжимали, выжимали, выжимали и уже, да выжимать нечего. Малейший пук про FTX, о все в панике, рынок падает. На самом деле, если поглядеть на текущую ситуацию, да, вот после банкротства, что мы получили. Посмотрите, например, после новости о банкротстве мы с вами валились на 5,50%. А потом тут же на отскоке отыграли все это дельца. Означает ли это конец? Нет, я не об этом. А о том, что все-таки даже вот это банкротство от этой выжатой грязной вонючей тряпки в моменте оказался не таким суровым, как могло казаться. Хотя в том числе я ночью пишу по поводу шорта, что движение вниз и образование второго дна с заколом ниже 15600 я допускаю только при условии какой-нибудь кровавой сказки со стороны шляпы FTX. Что ж, день еще не закончился. Я всегда говорю, нужно ждать, как закроется дневная свеча. Поэтому нужно наблюдать и делать выводы после завершения суток. Так, возвращаясь к ФРСу, известно, что уже 14 декабря с высокой долей вероятности, этот вероятный сравнял уже 80,6% о том, что ставка будет повышена на 50 базисных пунктов. Об этом же я не пишу в своем телеграм-канале. Опять же, ознакомьтесь, очень интересно. Так вот, а вероятность повышения на 75 базисных пунктов уже равна 19,4%. То есть, с высокой долей вероятности повысит на 50 базисных пунктов. То есть, та работа, которую проделал ФРС и Павел в частности, ему действительно удалось, по крайней мере, на текущий момент приструнить и обуздать инфляцию. Он должен быть с собой доволен. И это позитивно сказывается и на фонде, и на крипте в частности. Поэтому на этой волне позитивных новостей, ровным счетом, мы должны, но не обязаны, все-таки расти. Теперь обратите внимание, почему важно, как закроется сегодняшняя свеча. Даже если, даже если, сегодня свеча закроется красненькой в районе, в тех же 15,800, 15,700 мы образуем что-то наподобие бычьего сэндвича. Обратите внимание, вот здесь. Соответственно, даже если вдруг будет красная плотная свеча, это может намекать на разворот данного локального тренда. По движению вверх. И для этого есть предпосылки. И на этом хочу очень подробно остановиться. Индекс относительной силы RSI находится в зоне перепроданности. Это очень важный сигнал. То есть, это уже означает о том, что можно было бы набирать позицию. Спот как минимум. Если с плечами, то с адекватным плечом на 1-5% от депозита. Примерно с пятым, например. Также стахотический индекс относительной силы находится тоже на дне. И дал нам золотое пересечение. Однако объемы на продажу с эсквизами достаточно большие. И они пока никак не обузданы. Но если поглядеть на 4-часовой таймфрейм, то мы видим, что они обузданы в моменте. То есть, дневка должна обновиться. И мы посмотрим, что же нам преподнесли. Конечно же, мы можем получить конвергенцию в подарок. То есть, вот что-то подобное один в один только с дивергенцией я предсказывал пару дней назад. Когда мы получили объемы. Тут мы еще получим сейчас опять повышающийся объем на продажу. На новостном фоне, исходя из FTX. И цена шагнет вот сюда. И мы с вами получим расхождение конвергенции, которая должна будет отыгрывать вверх. К слову о конвергенции. В своем телеграм-канале сегодня ночью я публикую такую вещь, как обнаружен на дневном таймфрейме на индикаторе MACD полугодовой конвер. Соответственно, обратите внимание. Интересно, как он выстрелит? Конечно, сейчас еще не идет его отработка. Он еще формируется. Он находится в острой фазе. Но в ближайшие дни может оказаться так, что он действительно будет как подтверждение. Конвер – это расхождение между ценой и индикатором. И, как правило, цена все равно должна будет пойти за индикатором. И так как он на полгода отклонился от курса, представьте, какой должен быть импульс. Но пока сдерживающий фактор, опять же, FT. Кстати, конвер мы можем получить даже при доходе до текущей с небольшим законом с вором ликвидности. Объемы будут при этом небольшие. Но тут же мы получаем расхождение. Плюс ко всему мы были в тотальной перепроданности на 4-часовом таймфрейме. И в том числе даже по этому индикатору есть точка входа. А что если индикатор будет RSA двигаться вверх, а цена при этом опять пойдет вниз? Мы снова получим расхождение, то есть усиленную конвергенцию. Что ровным счетом нас отсылает к 4 часам. Плюс ко всему сигнальная линия еще находится в острой фазе, двигается вниз. То есть у нас даже нет горизонтальной и тем более нет шеи гуся, которая бы намекала на разворот. Поэтому, опять же, нужно ждать, как закроется сегодняшний свечер. Чтобы получить всю эту информацию. Крайне подробно, где, какие цели, докуда мы можем доходить, описано в телеграм-канале. Поглядите, пожалуйста. Да, вот по биткоин и крипто. Здесь я расписываю доход, до какой стадии отправляет нас. И дает возможность дойти до какой следующей цели. Очень подробно. Плюс ко всему, на сегодняшний день у меня расписаны были цели дня для медведей и быков. Также по денежному потоку, money flow, мы находимся в зоне тоже перепроданности. И ровным счетом это тоже намек на вход. Как я уже говорил, идеальная точка входа. Долгосрок, средний срок. От 1 до 5 процентов. С пятым плечом. И вот опять же, если вдруг цена опять двигается вниз, а индикатор двигается вверх. Опять вновь расхождение. Можно, опять же, добирать как у средней. Но опять же, это не финсовет. И без опыта даже не пытайтесь. Вам сложно будет вообще понять эту механику. Для трейдера средней опытности и выше, это вообще легкота. И все понятно. Единственное, что нужно отсюда выносить, что и по smart money в тотальной перепроданности. И конечно же, по динамичному денежному потоку мы тоже в перепроданности. Не говоря уже про индикатор, о котором я сказал только что. И еще раз, индикатор не обязан совпадать всегда с ценой. Зачастую и постоянно происходят расхождения. И вот на этих расхождениях хороший трейдер зарабатывает. Поэтому, опять же, исходя из своего теханализ, исходя из фундаментала, я настроен в любом случае, как я писал в телеге, настроен по быче. И ситуация с FTX вообще никак не ломает мое настроение и мои взгляды. Если я увижу только по техническому анализу, что действительно все катится в тартарары, я это замечу и сообщу. Но пока, как я говорил в вчерашнем видео, вот это движение, исходя из FTX, чушь собачья. Но сейчас обещанный вариант альтернативной точки зрения. Кто меня смотрит давно, я об этом в том числе рассказывал и говорил, что на недельном таймфрейме мне не нравится стахастический индекс относительной силы. Так как он добрался до 100%, он не обязан был разгружаться, но в ситуации с FTX это могло и может стать триггером для его полной разгрузки. Соответственно, раз это неделя, мы достаточно бодро можем погружаться. Можем, но не обязаны, опять же. И нужно увидеть, как обновиться данная неделя, потому что все эти данные для этого стахастика могут, еще раз повторюсь, ему, скажем, в понедельник показать, что стахастик уже находится где-нибудь вот даже в этом месте. Исходя из объемов, поглядите, он уже стал сасквизом, исходя из последних суточных свечей. RSI при этом в том числе близится к зоне перепроданности. Вы можете посмотреть, что здесь перепроданность была, и здесь, то, чем я рассказал, примерно на дневке. И мы получаем по RSI расхождение, то есть в любом случае мы должны будем прийти ценой к индюку, подняться. То же самое мы видим здесь и по индикатору на данный момент. Мы имеем расхождение в виде конвергенции. По стахастику то же самое. И множество индикаторов здесь выдают конверы на неделю. Также не забывайте, что мы можем разгрузиться стахастиком даже до 50-й горизонтали или даже чуть ниже, и после этого опять пойти вверх. Но здесь очень много вопросов, потому что это недельный таймфрейм, и как он себя поведет, я не знаю, как он будет разгружаться. Но помните, что во вчерашнем видео мы говорили, что есть вероятность, что данная зона аккумуляции пойдет по схеме номер 4 Вайкоффа, то есть образуя нисходящий клин. При этом движения должны будут быть достаточно насыщенные с подходами как к нижней диагональной линии, так и к верхней, с последующим пробоем данной зоны. Если мы будем исходить из этого, то мы тогда находимся примерно в фазе CD. Если верить, что это фаза C по схеме номер 1, то мы тоже где-то в районе CD. Если считать, что мы находимся по схеме Вайкоффа номер 2, то мы находимся только в фазе B. Я постарался вам дать две альтернативные точки зрения. Я придерживаюсь к первой части своего монолога. Я все-таки настроен по быче, исходя из фундаментала ИТА, невзирая на недельный таймфрейм, хотя он действительно меня пугает и пугал, и об этом всегда вам сообщал. Как только я получу дополнительные данные на следующую неделю в понедельник с обновлением недельного таймфрейма, я вам выложу все новые карты на стол. На этой неделе больше видео выходить не буду, так как я по выходным отдыхаю. Увидимся уже только в понедельник. Берегите себя, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, участвуйте в моем турнире от биржи Биджит на 7000 долларов, с возможностью увеличения его на 6000 сверху, суммарно будет 13. Вам нужно просто торговать. Все призы и условия описаны здесь, на самой странице. Ссылка в том числе есть с моего телеграм-канала. И помните, что волк из леса, что трейдер одинаковый, потому что бывает время, когда они оба сыты, а бывает время, когда они очень сильно воют. Так вот, чтобы не выйти, становитесь инвесторами, потому что что инвестор, что кала одного поля ягода. Лежат на диване и только раз в три года очень хорошо кушают. Всего доброго.